О видах мертвенности Ведь существуют различные роды мертвенности Есть мертвенность телесная, по которой Авраам, будучи мертв, не был мертвым Как и сказано, Бог не есть Бог мертвых, но живых Есть мертвенность душевная, которую разумел Христос, говоря Предоставь мертвым погребать своих мертвецов Есть и другая мертвенность, достойная похвалы Происходящая при посредстве любомудрия О которой говорит Павел Умертвите земные члены ваши Наконец, есть мертвенность Производящая предыдущую и бывающая в крещении Как сказано, ветхий наш человек распят То есть умерщвлен Итак, зная это, станем избегать того умерщвления По которому мы, и будучи живыми, умираем И не станем бояться того, по которому наступает общая смерть А два другие рода умерщвления, из которых одно есть блаженное и дано Богом А другое похвально и зависит как от нас, так и от Бога Мы и изберем и с ревностью станем осуществлять Одно из этих двух умерщвлений Давид ублажает, говоря Блажен, кому отпущены беззакония А другое восхваляет Павел Говоря в послании к Галатам Те, которые христовы, распяли плоть Из другой же пары умерщвлений Одно Христос называет достойным пренебрежения, говоря Не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить Другое страшным, говоря Бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне Итак, избегая гиенны, изберем для себя то умещвление Которое ублажается и восхваляется Чтобы из других двух мертвенностей Одной избегать, а другой бояться Нет для нас никакой пользы видеть солнце, есть и пить Если жизнь наша не ознаменуется добрыми делами В самом деле, скажи мне, какая польза, если царь Облегся в порфиру, имеет при себе оружие Но не управляет ни одним подданным А доступен всем, желающим оскорбить его и обидеть Так и для христианина не будет никакой пользы Если он, имея веру и дар крещения Окажется подвержен всем страстям В таком случае и обида будет больше И стыд сильнее Как царь, облеченный в диадему и багреницу Не только такую одеждою не прибавляет к своей чести Но собственным стыдом бесчестит ее Так и верующий, если ведет порочную жизнь Не только не внушит этим никакого к себе почтения Но еще сделается более смешным Те, которые не имея закона согрешили, говорит апостол Вне закона и погибнут А те, которые под законом согрешили По закону осудятся И в послании к евреям он говорил Если отвергшийся закона Моисеева При двух или трех свидетелях Без милосердия наказывается смертью То сколь тихчайшему думаете наказанию Повинен будет тот, кто попирает Сына Божия И вполне естественно Так как я, говорит Христос Через крещение покорил тебе все страсти Отчего же случилось, что ты оскорбил Столь великий дар И сделался вместо одного другим Я умертвил и похоронил прежние грехи твои Как червей Зачем же ты породил другие? Ведь грехи хуже червей Черви точат тело А грехи повреждают душу И производят большее зловоние Но мы не чувствуем этого А потому и не спешим очистить душу Ведь и пьяный не замечает Дурного запаха от испорченного вина А трезвый хорошо это ощущает Так и в отношении грехов Живущий целомудренно С точностью примечает их Зловоние и нечистоту А предавший себя пороку Как бы страдая головою Вследствие какого-то опьянения Не чувствует даже и того, что он болен Самое ужасное действие порока состоит в том Что впавшим в него Он не дает видеть всю опасность Собственной гибели Напротив, валяясь в грязи Они воображают, будто наслаждаются благоуханиями Потому-то они и не могут освободиться А будучи полны червей Гордятся, точно украшены Драгоценными каменьями Они даже и не желают истребить их Но откармливают и разводят в самих себе До тех пор Пока не передадут их червям будущего века Так как здешние Приспешники будущих А лучше не только приспешники Но родоначальники тех Никогда не умирающих червей По сказанному Червь их не умирает Они-то возжигают и гиенну Никогда не угасающую И так, чтобы этого не было и с нами Иссушим источник зол Угасим печь Исторгнем снизу корень порока Так как, если худое дерево срубишь поверх земли Никакой не сделаешь пользы Потому что снизу останется корень порока Из которого опять пойдут худые отпрыски Что же составляет корень зла? Узнай об этом от доброго садовника Который в точности знает это Ухаживает за духовным виноградником И возделывает целую вселенную Что же называет он причиной всех зол? Страсть к деньгам Корень всех зол, говорит он Сребролюбие Отсюда битвы Вражда и войны Отсюда ссоры Брани Подозрения и обиды Отсюда убийства Воровство и гробокопательство Вследствие сребролюбия Не только города и области Но дороги Места обитаемые и необитаемые Горы, леса, овраги Словом, все Полно крови и убийств Зло это не щадит и моря Но и там неистовствует Со всем бешенством Так как морские разбойники Постоянно совершают здесь нападения И изобретают новые способы грабежа Вследствие сребролюбия Извратились законы природы Поколебались союза родства Рушились права Самого бытия Власть денег Вооружила руки Не только против живых Но и против умерших Со сребролюбцами Нельзя примириться И при посредстве смерти Но они Разломав гробницы Простирают злодейские руки И к мертвым телам Не освободившегося от жизни Не освобождают от злых своих умыслов Чтобы ты не встретил худого В доме ли Или на торжеще В судах Или в правительственных местах В царских чертогах Или где бы то ни было Ты можешь заметить Что все зло Возникло из сребролюбия Это именно Это зло наполнило все кровью и убийствами Оно возжгло пламень гиенны Оно сделало так Что города стали ничем не лучше Но даже гораздо хуже пустыни От тех Которые производят грабежи на дорогах Можно еще уберечься Так как они не всегда нападают А те, которые делают то же самое Среди городов Настолько хуже первых Насколько труднее от них уберечься Так как они со всею дерзостью Отваживаются на такие дела Какие первые производят скрытно Сребролюбцы Привлекших к союзу с собою Те законы Которые постановлены с целью Упразднения их лукавства Наполнили города Множеством убийств И преступлений Скажи мне Не убийство ли И не хуже ли еще убийства Предать нищего Голоду Ввергнуть его в тюрьму И вместе с голодом Подвергнуть его и мукам И бесчисленным истязаниям Хотя ты Не сам Все это делаешь Но служишь причиной этого дела И совершаешь его Больше тех Которые тебе служат Убийца Однажды вонзает меч И причинив кратковременную боль Не продолжает Далее мучений А ты Делая своими Клеветами Оскорблениями И злоумышлениями И Самый свет Для него Тьмою И заставляя Тысячу раз Желать смерти Подумай Сколько Причиняешь ему Смертей Вместо одной И хуже всего то Что ты Грабишь И лихаимствуешь Не потому Чтобы тебя Угнетала Нищета И понуждал Голод Но для того Чтобы больше Вызолотить Узду У коня Кровлю на доме И капители У столбов И какой Не может быть Достойно Гиенны Все это Когда ты Брата Который Вместе С тобою Сделался Участником Неизреченных Благ И столько Почтен От владыки Твоего Ввергаешь В бесчисленные Бедствия Чтобы украсить Камни Помост И бессловесных Животных Несознающих Этого Украшения И собака У тебя На большом Попечении А человек Или лучше Сказать Христос Ради собаки И всего Сказанного Осуждается На крайний Голод Что хуже Такого Безразличия Что ужаснее Такого Беззакония Сколько Будет Потребно Огненных Рек Для Такой Души Сотворенный По образу Божию Стоит Обесчещен Вследствие Твоего Бесчеловечия А головы Мулов Везущих Твою Жену Сияют Обильным Золотом А также Покровы И деревянные Принадлежности Балдахина Если Если Нужно Сделать Стул Или Подножие Все Делается Из Золота И Серебра А тот Для кого Христос Сошел С неба И Пролил Драгоценную Кровь Вследствие Твоего Корыстолюбия Не Имеет У себя Самой Необходимой Пищи Твои Ложи Отовсюду Обложены Серебром А Тела Святых Лишены И Необходимого Покрова Для Тебя Христос Маловажнее Всего И Слуг И Мулов И Ложа И Стула И Подножия Не Говорю Уже О Других Бесчестнейших Вещах Предоставляя Вам Самим Подумать О Том Если Же Ты Слыша Это Приходишь В Ужас То Перестань Так Поступать И Сказанное Нисколько Тебе Не Повредит Перестань Удержись От Этого Безумия Явное Ведь Безумие Заботится Об Этом Потому Оставив Это Возведем Наконец Когда-нибудь Свои Взоры На Небо Вспомним О Будущем Дне Помыслим О Страшном Суде О Строгом Отчете О Неподкупном Приговоре Помыслим Что Бог Все Это Видит И Однако Жи Не Посылает На Нас Молний Свыше Хотя Дела Наши Не Молний Только Достойны Но Он И Этого Не Делает Ни Море На Нас Не Воздвигает Ни Земли В Середине Не Разверзает Ни Солнце Не Погашает Ни Небу Со Звездами Не Повелевает Пасть Словом Сказать Ничего Не Изменяет Но Оставляет Чтобы Вся Тварь Оставалась В Порядке И Служила Нам И Так Помыслив Об Этом Возблагоговеем Перед Величием Его Человеколюбия И Возвратимся К Своему Благородству Потому Что Ныне Мы Являемся Нисколько Не Лучше Но Еще Хуже Бессловесных И Они Любят Сродное С ними И Довольствуются Общностью Природы Для Взаимной Склонности Друг К Другу А Ты Имея Кроме Общей Природы Еще Тысячи Побуждений Быть В Тесном Союзе С С С С С С С С Своими Членами Именно Одарение Разуму Участие В Благочестии Общение В Бесчисленных Благах Сделался Однако Грубее Бессловесных Животных Обнаруживаешь Большую Заботу О вещах Бесполезных И Пренебрегаешь Храмами Божиими Которые Погибают Погибают Голода И Наготы Даже Часто Сам Подвергаешь Их Тысячам Бедствий Если Ты поступаешь Так Из Словолюбия То Надлежало Б тебе Позаботиться О Брате Больше Чем О Лошади Ведь Чем Лучше Пользующийся Твоим Благодеянием Тем Прекраснее Сплетается Тебе Венец За Твое Усердие А Теперь Поступая Совершенно Иначе Ты Не Чувствуешь Что Вооружаешь Против Себя Тысячи Обвинителей Кто Не скажет О тебе Худо Кто Не Обвинит Тебя В Крайней Жестокости И Человеконенавистничестве Видя Что Ты Унижаешь Человеческий Род И Ценишь Бессловесных Выше Людей А Вместе С Бессловесными И Свой Дом И Домашнюю Утварь Разве Ты Не Слышал Как Апостолы Говорили Что Первые Принявшие Учения Продавали Дома И Имения Чтобы Кормить Братий А Ты И У Других Отнимаешь Дома И Угодия Чтобы Украсить Лошадь Деревья Покровы Стены Помост А Хуже Еще То Что Не Только Мужчины Но И Женщины Страдают Этим Безумием Вовлекают Мужчин В Большие Напрасные Труды И Весьма Часто Принуждают Их Тратиться На Все Пустое Больше Чем На Не 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 А Если Кто Нибудь Обличает Их В Этим Они Выдумывают Оправдание Достойное Всякого Осуждения И То И Это Бывает Говорят Они Что Ты Говоришь Неужели Ты Не Боишься Это Произносить Ставя Алчущего Христа Наряду С Лошадью Мулами Ложами И Подножками А Лучше Сказать И Не Наряду Но Большую Часть Ты Отдаешь Другим А Христу Уделяешь Едва И Малую Долю Разве Ты Не Знаешь Что Все Принадлежит Ему И Ты Сам И Все Что У Тебя Разве Не Знаешь Что Он Образовал Тело Даровал Душу Дал В Удел Весь Мир А Ты Не Даешь Взамен Этого И Малого Воздаяния Если Ты Отдаешь В Наем И Небольшой Домик То С Большою Точностью Требуешь За него Плату А Теперь Пользуясь Всем Творением Божиим И Обитая В столь Великом Мире Не Соглашаешься Заплатить И Малой Цены В И Сам И Себя Отдал В жертву Тщеславие От Которого Все Это И Зависит Ведь Конь Украшенный Таким Нарядом Не Может От Этого Сделаться Лучше В своем Достоинстве А Так же И Сидящий На Коне Человек Который Иногда Даже Теряет В своем Достоинстве Ведь Многие Оставив Без Внимания Седока Обращают Взоры На Убранство Коня На Слуг Идущих Спереди И Сзади И Важно Выступающих А Того Кого Они Сопровождают Многие Ненавидят И Смотрят Как На Общественного Врага Этого Не Бывает Когда Ты Украшаешь Свою Душу Но И Люди И Ангелы И Сам Владыка Ангелов Все Сплетают Тебе Венец Таким Образом Если Любишь Славу Удержись От Того Что Делаешь Ныне И Не Дом Но Душу Украшай Чтобы Сделаться Знаменитым И Славным Теперь Же Ничто Не Может Быть Ниже Тебя Выставляющего Напоказ Красоту Дома И И Имеющего Совершенно Пустую Душу Если Же Ты Не Выносишь Слов Моих Послушай Что Сделал Один Из Язычников И Постыдись Их Любомудрие Рассказывают Что Один Из Них Войдя В Великолепный Дом Блиставший Обильным Золотом И Сиявший Красотой Мраморов И Колонн Когда Увидел Что Весь Пол В Доме Услан Коврами Плюнул В Лицо Хозяину Дома Потом В ответ На Упрек Он Сказал Что Так Как Ни На Каком Другом Месте Дома Нельзя Было Этого Сделать Он И Вынужден Был Нанести Обиду Лицу Хозяина Видишь Ли Как Смешон Человек Украшающий Наружность И Как Презирает Его Всякий У Кого Только Есть Ум И Вполне Справедливо Ведь Если Бы Кто Небудь Заставил Жену Твою Ходить В Рубище И Быть В Пренебрежении А Служанок Одел В Пышные Одежды То Ты Конечно Не Перенес Бо Этого Равнодушно Но Разгневался И Такой Поступок Назвал Б Крайнею Обидой Так Помышляй И О Душе Когда Ты Украшаешь Стены Пол Домашнюю Утварь И Все Прочее Но не подаешь Щедрой Милостыни Не упражняешься И в других делах Любомудрия Тогда и ты Поступаешь Точно так же И даже Гораздо Хуже Ведь Между Рабою И Госпожою Нет Различия Но Между Душою И Плотью Большое А если Между Душою И Плотью Велико Различие То Гораздо Больше Между Душою И Домом Между Душою И Ложем И Подножкой И Так Какого Извинения Ты Можешь Быть Достоин Когда Все Это Богато Покрываешь Серебром А не Обращаешь Внимания На то Что Душа Твоя Одета В Рубище Неопрятно Томится Голодом Покрыта Ранами И Терзается Тысячами Псов И Когда При Всем Этом Ты Еще Думаешь Хвалиться Украшением Наружных Вещей Это Верх Безумия Величаться Такими Делами Тому Кто Осмеян Поруган Обезображен Обесчещен И Подпал Самому Ужасному Наказанию Потому Умоляю Размыслив Обо Всем Этом Наконец Отрезвимся Придем В себя И Это Украшение Извне Перенесем На душу Тогда Такое Украшение Пребудет Прочным А Нас Соделает Равными Ангелам И Доставит Нам Непреложные Блага Которых Да Будет Дано Достигнуть Всем Нам Благодатью И Человеколюбием Господа Нашего Иисуса Христа Которому Слава Во Веки Веков Аминь Слава Слава Продолжение следует...